Международный проект безопасность дорожного движения работает в нашем регионе уже второй год. В среду для дорожной полиции организовали семинар в центре обсуждения, меры по соблюдению скоростного режима, применение ревней безопасности и детских удерживающих устройств. Сотрудников ГИБДД Ивановской области ознакомиться с передовыми методиками работы на дорогах, контроля за скоростью, организации дорожного движения. Это одна из главных задач работы в рамках партнерства – приобщить к передовому опыту, к той системной и методически выверенной работе, которая во всем мире на дорогах происходит. Проект работает в 10 странах мира, в том числе и в России, в Ивановской и Липецкой областях. Первые результаты в обоих регионах примерно одинаковы. До начала профилактических мероприятий пристегивались лишь 30% водителей и пассажиров. Буквально через 5-6 месяцев мы проводим новые исследования. И что мы видим? Что ремнями безопасности в городе, в том числе и в районах области, уже практически пользуются 80%. Это буквально через 6 месяцев. То есть есть свой результат. Главный гость семинара – международный эксперт по безопасности дорожного движения Дес Майерс. Он знает практически все о культуре вождения и о привычках водителей разных стран мира. Отношение водителей отчасти определяется национальной культурой. И, безусловно, культура везде своя. Я знаю, что русские водители хорошо водят, они достаточно квалифицированы. При этом я знаю, что они любят водить быстро. Мы в Австралии более законопослушны. Однако, поверьте мне, я работал в 17 странах и могу заверить, что российские водители на фоне целого ряда других стран выглядят очень хорошо. Есть страны, где водители гораздо менее законопослушны. Состояние ивановских дорог Дес Майерс тактично назвал хорошим. Он считает, что их качество должны оценивать сами водители. И уже исходя из этого выбирать корректный скоростной режим. Однако, устрашающая статистика последних месяцев по региону свидетельствует о том, что водители этим нехитрым правилом пренебрегают, переоценивая возможности отечественных трасс и свои собственные. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иванова